Город над Богом хранит память об афганской войне, болью отозвавшейся в сердцах его жителей. В день памяти братья по оружию вспоминают то непростое время, когда рисковали жизнью, вытаскивая из-под огня боевых товарищей. Вспоминать больно об этом говорил каждый участник встречи, которая была организована сотрудниками УВД Брещина для своих товарищей, тех, кто был непосредственным участником той войны. В органах внутренних дел служило 78 сотрудников милиции, которые с честью этот интернациональный долг выполнили. И, конечно же, для нас очень важен день 15 февраля, день памяти воинов-интернационалистов. Потому что мы чествуем, в первую очередь, мужество, героизм, боевое братство, которое эти люди собой олицетворяют, которые всю свою жизнь несли эти такие святые понятия. Память и есть тот самородок, который одно поколение передает другому. Для участников войны в Афганистане каждая боевая награда – это кусочек жизни, зачастую прожитой с риском. А дата – 15 февраля – это знак признания людьми заслуг военнослужащих, с честью выполнивших свой долг на чужой земле. Эта война уже стала историей. Выросло целое поколение белорусов, знакомое с ней только по учебникам и рассказам участников. Но ветераны помнят обо всем, как будто это было вчера. Вспоминаю боевых товарищей. К службе я был готов. У нас очень хорошая была начальная военная подготовка. Поэтому тяготы и лишения не страшили. Тем более я хотел быть офицером, поступал даже в военное училище. Но так не сложилось. Служил я в горном батальоне. Стреляют из засады. Это было самое опасное. На меня подрывался один раз. На бронетранспортере. Я был водителем бронетранспортера, командира батальона возил. У нас был горнострелковый батальон. Нужно ли помнить и говорить об этом? Нужно. Потому что сегодня мы опять говорим о войне. И уже не о той, которая была, а про те, которые могут случиться. Мы видим, что происходит вокруг. Да, мы мирная страна, мы мирные люди. Но мы всегда готовы встать на защиту своей страны, своего народа, своего государства и общества. И все бряцание оружием, которое происходит сейчас на дальних, близких рубежах, оно нас, конечно же, не испугает, конечно же, не смутит. Потому что у нас есть пример наших дедов, которые воевали в Великую Отечественную войну, которые отстояли, независимость нашей страны. И у нас есть пример наших отцов, которые достойно выполняли свой долг в Афганистане и в других странах. Поэтому нам есть на что равняться. У нас есть пример. И молодое поколение также счастье выполнит свой долг перед Родиной. Надо жить дружно, мирно и поддерживать свою страну, потому что это самая лучшая страна. Историю не нужно перекраивать. Из нее нужно извлекать уроки. Войны-афганцы выжили на войне и после нее. И не только выстояли, но и нашли себя в гражданской жизни. Это, о них слова командующего, войсками им Бориса Громова. Этим солдатам нужно ставить памятники. Об их подвигах нужно сочинять стихи, писать книги и помнить. Продолжение следует...